Корни у этого прекрасного явления на самом деле уходят в далекие, я думаю, еще не даже древолюционные годы. Но нам, пожалуй, поколение 80-х и 70-х это лучше известно как соцсоревнование, которое было популярно и распространено в Советском Союзе на самых разных производствах, когда различные бригады соревновались между собой, можно вспомнить стахановцев, которые работали в пятилетних режимах и все были настроены на то, чтобы максимально не только выполнить, но и перевыполнить поставленные плановой советской экономикой нормы. И вполне можно применить это и вообще сказать о том, что плановая экономика в значительной степени использовала методы, для которых в будущем будут применять люди, которые проектируют игры, которые теперь называются гейм-дизайнерами. У гейм-дизайна и вообще у игрификации в целом есть не так много задач. Все они скорее про то, как сделать жизнь увлекательной и интересней, и при этом не поломать преимущественный ход вещей. О чем я говорю? Цель игрификации и цель гейм-дизайнера, который вмешивается в тот или иной процесс, обычно в двух вещах. Во-первых, сделать так, чтобы людям не было скучно. Во-вторых, сделать так, чтобы люди по возможности заинтересовались и полюбили то, что они уже делают, какой-то особой любовью. Для чего это нужно и почему это полезно? Например, игрификация, которая встраивается в привычный процесс вхождения по кафе, либо новым местам. И открытие каких-то необычных мест, она приводит к тому, что мы получаем сервис под названием Foursquare, который позволяет не только получать виртуальные очки за то, что мы приходим в новые места и разнообразим свой досуг и свою жизнь, потому что Foursquare награждает не только тех, кто активно везде ходит и чекиниться, но и тех, кто при этом проявляет солидное разнообразие в выборе маршрутов, тех, кто далеко путешествует, тех, кто пробует самые разные, самые новые, самые неожиданные вещи. Но при этом есть еще одна важная составляющая. Это когда вы не просто ходите куда-то в новые места, когда вы не просто пробуете что-то, чего вы еще не пробовали, но и при этом вы делаете это со своими друзьями. Выигрыш от такого процесса, как ни смешно, у всех сторон. С одной стороны, вы получаете удовольствие от того, что ваша привычная вечерняя встреча с друзьями превратилась слегка в игровый процесс, и зайдя в кафе, вы вдруг получили награду Bajig, который совершенно неожиданным образом вас поздравляет с тем, что вы получили третий уровень любителя кофе. Для самого Форсквера это огромное количество данных о интересных и посещаемых местах в каждой точке мира. А для хозяев заведений это такой практически бесплатный способ дать самым активным и самым часто посещающим их заведения людям какое-то небольшое вознаграждение, которое тоже направлено на то, чтобы повысить лояльность. А лояльность, как мы знаем, все держатели магазинов, кафе и вообще точек общепита, либо социализации, они очень на это дело положительно смотрят. Вот в этом, собственно, и задача игрификации в целом. С одной стороны, геймдизайнер хочет человека завлечь в какой-то процесс, то есть сделать так, чтобы что-то стало интересно, и при этом, так как у человека в современной жизни очень много разных способов провести время и как-то разнообразить досуг, то каждая отдельная какая-то история, каждое отдельное событие, оно вынуждено конкурировать с десятками, десятками, десятками альтернатив. То есть вы можете пойти вечером в кино, вы можете встретиться с друзьями, вы можете пойти в кафе, на концерт, либо пойти на какое-то спортивное мероприятие, можете остаться дома, смотреть сериалы. Если вы, допустим, оказываетесь при этом в какой-то такой околоигровой ситуации, когда для того, чтобы получить очередное ничего не значащее с формальной точки зрения, но очень приятное для вас игровое достижение, например, получить какой-нибудь игровой вязанный шлем, но для этого вам нужно будет пойти вместе с подругой на какую-нибудь выставку по вязанию, которая, в общем, так бы вам в обычной жизни вообще не сдалась просто ничем, тут вдруг решаете, что почему бы нет. И составив подруге компанию, вы получаете удовольствие от того, что вы вместе с ней где-то прогулялись и посмотрели на мероприятие, которого вы никогда в обычной жизни и в здравом рассудке с вами посещать не стали, подруге хорошо, вам весело, и при этом вам остается вязанный шлем, который ничего вам не дает, кроме дурацкого ощущения, что этого вязаного шлема нет ни у кого из, не только ваших знакомых, но, возможно, и у других людей в этом городе. Продолжение следует...